В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Задача трудная, но выполнимая. В подземном переходе ведущим к городскому пляжу увеличат высоту потолка. Золотые правила нравственности. На эту тему по всей республике стартовал ежегодный образовательный конкурс. Заслуженные медали. В Махачкалу вернулись триумфаторы чемпионата мира по боевому самбо, который проходил в Бишкеке. ДТП с участием двух автомобилей произошло накануне ночью. Пассажирский автобус «Неоплан» въехал в прицеп грузовика «КамАЗ» на трассе в Баба-Юртовском районе. В результате помощник водителя от полученных травм скончался на месте. По предварительным данным, столкновение произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем автобуса. Карантинный фитосанитарный режим введен в Дагестане. На территории республики обнаружены очаги заражения плодоовочных культур. В их числе американская белая бабочка, восточная плодожорка, горчак ползучий, калифорнийская щитовка и другие вредители. Вывоз продукции из карантинной зоны без разрешительного сертификата является нарушением закона. Во время мониторинга специалистами Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора с начала этого года уже выдано около 100 предостережений. Максимально увеличить высоту потолка в подземном переходе к городскому пляжу. Такую задачу поставила перед рабочими мэрия Махачкалы. Реконструкция усложнилась тем, что под землей в переходе проложены коммуникации, а сверху проходят железнодорожные пути. Однако, заменив покрытие потолка на несколько сантиметров, выиграть все же удалось. Теперь власти города намерены также перенести пандус и обеспечить его уклон согласно принятым нормам. Ну тогда у нас получается площадь уменьшится. Хорошо, а если по уму ее сделать, все-таки взять и передвинуть вправо или влево, полностью трубу мы переносим. Сверху делаем деревянные решетки, которые мы везде делаем, как сидение получается. И у нас получается здесь хороший диван и пониженный проход. Надо понять соотношение. 10 сантиметров тоже нам дает порядочное уже, если мы на 10 сантиметров понижаем. Это очень хорошее движение. Метро утимизуал здесь. Глубим метр 95 будет, на 12 сантиметров будет можно поглубить. Труба идет, вот так трубки, кортистки мы полагаем, а это просто зажелезнит. Ну примерно то же самое, что я прибавляю. Или можно зажелезнить, или гранитную крошку и ошлифовать. Тогда она получается будет сама стенка трубы. С этой стороны у нас нормативный метод приближается. С этой стороны мы дорабатываем решение столицы, не имеющиеся изменения центрального ряда. И пануться с этой стороны, но обеспечиваем нормативный метод. Дагестанские города Махачкала и Каспийск почти сравнялись в стоимости жилья. Правительство республики утвердило рыночную и экономически обоснованную стоимость квадратного метра. В столице цена достигает 88 тысяч 185 рублей, а в Каспийске 88 тысяч. Третий по высокой стоимости квадрата – город Дербент, около 78 тысяч. Эти расчеты также берутся за основу при приобретении жилья детям-сиротам. Муниципалитеты должны содержать в надлежащем состоянии все сети объектов социальной инфраструктуры – больницы, школы, детские сады. Задачи не из легких, но они решаются поэтапно. Накануне глава республики побывал в Унцукульском районе. В центре внимания социальные объекты расположены в поселке Шамилькала. Подробности о рабочей поездке расскажет моя коллега Лариана Шамхалаева. В детском саду с говорящим названием «Сказка» скоро все должно преобразиться, как в сказке. Здание на 300 мест признали аварийным еще несколько лет назад. Потрескавшиеся стены и осевший фундамент представляли реальную угрозу жизни и здоровью малышей. Из-за этого пришлось объект закрыть, а детей распределить в другие дошкольные учреждения района. Теперь здесь планируют возвести новое здание легкой конструкции. К слову, такое положение дел и в ряде других социальных объектов райцентра Унцукульского района. Общеобразовательная и детско-юношеская спортивная школы также нуждаются в капремонте. На объект уже составлена проектно-сметная документация на 25-26 годы. Были сделаны обследованиями, признаны аварийными, через дирекцию и сетей были сделаны проекты. И проект заявлен программой на 25-26 годы. Сергей Меликов посетил уроки младших и старших классов и пообщался с преподавателями и школьниками. А ты про Расулу Ганзатова знаешь? Это кто? Я не сделал. Какой? По результатам, увиденного и услышанного глава Дагестана дает ряд поручений, которые должны ускорить начало строительства объектов. Нам что-то нужно сделать, уже надо посчитать. Что-то нужно сделать до 1 сентября следующего года. И вторым этапом потом до 1 сентября 2024 года. И закончить за два года 2024. Далее делегация направилась к мемориальному комплексу, возведенному в честь министра внутренних дел республики генерала-лейденанта Адельгирея Магомед Тагирова и сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. Лариана Шамхалаева, Дауд Гасанов, новости ННТ, Унсукульский район. С огнем справились, пострадавших эвакуировали. В Махачкале в одном из крупных торговых центров прошло учение МЧС. По легенде, в результате короткого замыкания произошло возгорание на третьем этаже здания. Спасатели в кратчайшие сроки должны успеть подвести пожарный кран, эвакуировать людей и ликвидировать последствия ЧП. В учениях были задействованы 9 единиц техники и 37 человек личного состава МЧС. Такого рода мероприятия позволяют улучшить эффективность работы личного состава, повысить навыки при тушении пожара. Считаю, все последние задачи выполнены, цели учения достигнуты. Золотые правила нравственности. На эту тему по всей республике стартовал образовательный конкурс, в котором принимают участие десятки тысяч людей. Он проходит не только среди школьников, но и студентов средних и высших учебных заведений. Наш корреспондент Хамзанур Магомедов побывал на официальном открытии. Ему слово. Конкурс «Золотые правила нравственности» проходит в республике вот уже четвертый раз. Он охватывает практически все муниципалитеты. Цель мероприятия – привить подрастающему поколению благой нрав. В наше время, хотя наука вперед продвигается, но нравы людей постепенно приходит упадок. Человек забывает о своей миросозидательной роли на этой земле. Деньги, власть – все обманывает людей. И поэтому в таких условиях, когда нравственность людей приходит в упадок, очень хорошо бывает проводить такие мероприятия, которые влияют на духовную жизнь общества, которые поднимут нравственность в нашем обществе. Торжественная церемония официального открытия конкурса состоялась в медколледже имени Башларова. С трибуны к участникам обратились представители власти, руководители учебных заведений и религиозные деятели, которые ежегодно поддерживают подобные мероприятия. Те процессы, которые сегодня происходят в мире, в том числе в Российской Федерации, лишний раз дополняют и напоминают нам о нравственных ориентирах, о том, чтобы сдержать свое слово, о том, чтобы выполнить то, что подписано, в том числе между государствами, о том, чтобы сказать на черное – черное, на белое – белое. Вот это все объединяет в себе вот это название «нравственность». Огромную пользу, само участие в этом конкурсе, оно предполагает то, что студенты, готовясь к конкурсу, будут постигать какие-то нравственные основы не только нашей религии, а вообще вообще мировой этики нравственной. И это будет вдохновлять их на очень правильные поступки и по жизни вообще. Мы знаем, что профессия медика, та специальность, которую мы реализуем у нас, в наших стенах, она, как никакая другая, требует именно нравственной основы в сердцах наших студентов. Поэтому мы очень рады этому. В этом году в республиканском конкурсе принимает участие около 30 тысяч человек. Это школьники и студенты от 14 до 35 лет. Золотые правила нравственности охватывают практически все образовательные учреждения региона. Ну, я даже не знаю, как-то сердце подсказало, чтобы я пошла участвовать в конкурсе. Ну, там желание прям появилось. Готовилась я, как мне сказали, на уроке. У меня появилось желание. Потом я взяла, у меня была дома книга, и по ней я работала. Мама спрашивала. Мне понравилось в этой книге. Я взяла для себя выводы хорошие. Вот, что не нужно слушать свой навс, нужно с людьми обращаться хорошо, со своими навистниками. Тоже так же не отвечать злом, а добром, потому что они осознают то, что это, то, что они делают, это неправильно. А потом это будет, ну, этот человек изменится, и он изменит свое мнение обо мне, будет ко мне хорошо относиться. Всего конкурс состоит из трех этапов. Первые два по книге Муфтия Дагестана, Шейха Ахмада Афади, «Благонравие праведников». Лучшие пять представителей из каждого учебного заведения в финале будут представлять свои творческие работы. Все желающие приняты, они все сегодня принимают участие, и далее уже будут проходить следующие этапы победителей, лучшие из них. В этом году принимает участие около 30 тысяч человек, что говорит о том, что с каждым годом конкурс становится интереснее и интереснее. Молодым ребятам становится более интересно изучать те культуры, те традиции народов Дагестана, которые были до этого. Финал конкурса состоится в Махачкале. Призовой фонд составляет более 500 тысяч рублей. Деньги будут распределены среди лучших коллективов – школ, СУЗов и ВУЗов. Организатором мероприятия выступает Муфтия Дагестана при поддержке Миннация и Минобра республики. На этот раз он приурочен году образования. Хамзан Ругамидов, Ислам Хариков, Дауд Гасанов. Новости телеканала ННТ. И о спорте. В Махачкалу вернулись триумфаторы чемпионата мира по боевому самбо. Соревнования проходили в Бишкеке. Саид Саидов и Мухтар Гамзаев принесли национальной команде золотую и бронзовую медали. В аэропорту самбистов и их тренеров встречали самые преданные болельщики и наша съемочная группа. Курбан Рагимов продолжит. Эта медаль чемпионата мира пока самая значимая в карьере 28-летнего Саида Саидова. Четыре года подряд махачкалинец становился лишь третьим призером чемпионата в России. Все это время он продолжал работать и не опускал руки. Усердный труд принес свои плоды в сезоне 2022. Долго к этому шел. Уже четыре года подряд я был третьим. И последний раз я стал вторым. И моего соперника сняли за допинг. И у меня выпало шанс ехать на Европу, на мир. На Европе стал первым. Но как бы не стал расслабляться. И готовился к миру. Основной это у нас мир. Встречали Саида Саидова и бронзового призера турнира в Бишкеке Мухтара Гамзаева скромно. Приехали только самые преданные болельщики. Всего здесь 30 человек. Это родные, друзья и одноклубники из столичной школы Газимагамеда Ахмедова. В 2006 году школа самбо показывает очень хорошие результаты. Ежегодно чемпионы мира Европы, если не один, два, вот в прошлом году три чемпиона было. Вот в этом году, видите, тоже было бы два чемпиона. Из-за превзятности судейства получилось так. Но об этом не будем говорить. Это от совершенного, это все. Мы должны эти моменты предвидеть и лучше подходить, лучше подготовиться, настраивать. Результаты бывают, конечно, это как бы результат работы тренеров, результат работы тренировок самих ребят, отношения к спорту, к тренировкам. Чем серьезнее, чем ответственнее, конечно, и результат тоже будет. Также от нашего руководства школы, вот как они подходят к нынешнему процессу, к стимулированию ребят. От всего этого зависит. От работы нашего Минспорта все в совокупности и как бы вот дает такой результат. Всего на ковер столицы Киргизии вышли около 500 спортсменов из 55 стран. Привезти домой третье золото чемпионатов мира мог и Мухтар Гамзаев. Подопечный Расула и Зайнулава Гасанхановых оступился в полуфинальном поединке со спортсменом из Узбекистана. Тренеры уверены, судьи предвзято оценили решающий эпизод этой схватки, но сам спортсмен не ищет оправданий. Конечно, это был не тот результат, за которым я шел и всегда иду, но случилось то, что то, чему было суждено, случится. Конечно, я тренировался и шел к этому, но этот раз я третий. Будем тренироваться еще сильнее перед чемпионат России, будем готовиться к нему и готовиться усердно. После насыщенного сезона самбистов ждет заслуженный отдых. Каникулы не продлятся долго. В конце февраля они выступят на чемпионате России и постараются вновь пройти отбор на основные международные турниры. Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.